От деревни Хрепань до Москвы около 40 километров. С другими населенными пунктами, расположенными в регионах, ее объединяет отсутствие газификации. В скором времени эта проблема решится. По программе газификации голубое золото появится и в Хрепане. Здесь у нас проблема отсутствия газификации данной территории. Здесь около 15 улиц, а газа нет. Соответственно, наша задача стратегической администрации была подвести сначала сюда трубу высокого давления и сейчас у нас проектируется газопровод низкого давления. Газопровод уже спроектирован, зарегистрирован в Мосфоболгазе и для получения финансирования на строительство этого газопровода, получение субсидий из правительства Московской области, нам нужно пройти госэкспертизу. Запроектировано, что все участки, которые здесь находятся, это около 270 домов, вдоль каждого дома пройдет труба низкого давления, от которого уже жители смогут подключиться. Я, как и все мы здесь, очень заинтересован в том, чтобы газ пришел в деревню Хрепань, которая находится всего на все, там 20-30 километров от Москвы. Мы давно занимаемся этим вопросом, в принципе. Не раз встречались с руководством на уровне замгубернатора. И, наконец-то, думаем, что после решения Путина о том, что надо газифицировать в первую очередь свою страну, надеемся на то, что газ все-таки дойдет. Местные жители спасаются, как могут. Дрова, уголь, печное отопление. Здесь распространенный способ держать свое жилье в тепле. Однако можно встретить и другие методы. Электричеством. То есть у меня дом недостаточно, не такой большой, поэтому мне как бы хватает тех мощностей, которые я получил от МОЗ «Энергосбыта». Но, в принципе, конечно, на сегодняшний день достаточно дорогое удовольствие. Поэтому думаю, что переход на газ позволит нам сэкономить. Планирование и подготовительные работы идут полным ходом. По предварительным оценкам трубопровод появится в Хрепане в 2020 году. Мы ожидаем, что в этом году у нас получится пройти госэкспертизу и, соответственно, заявиться уже с положительным заключением госэкспертизы, заявиться на софинансирование, чтобы по нашим оптиматическим прогнозам в 2022 году приступить к строительному монтажным работам. Сергей Дружинин, Игорь Чернышев для программы «Городские вести».